О, блин, никого нет сзади, всё, поехали. Раз, два, четыре, поехали. Он так искренне радовался тому, что его постят где-то, ну типа в инсте, там то, что мы стримеры постили, он так искренне этому радовался, это так приятно, капец, смотреть. Всё, не снимаем, похуй. Подожди, давайте откатим. Сейчас. Так. Заходим на канал, в смысле, блядь, не подписаны, я подписана. Видите, вы подписаны. Блядь, никого нет сзади, всё, поехали. Раз, два, четыре, поехали. Всё, не снимаем, похуй. Запись пошла? Запись пошла? Всем привет, чуваки, с вами я, Каравай, короче, это новый мой канал, на котором будут выходить ARL-ролики вот такого формата, где, допустим, который сегодня будет видос, этот видос будет связан с ответами на вопросы, которые вы мне задавали. В общем, да, который вы мне задавали. Подписывайтесь, пожалуйста, на этот канал, если вы красава, если не красава, не подписывайтесь, но лучше подписаться, конечно, и поставить лайк обязательно, потому что мне нужно увидеть, есть ли смысл дальше продолжать, то есть вам понравится такой формат или нет. Поэтому, если не трудно, сделать какой-то фидбэк в виде лайков, подписок и комментариев. Сейчас чел пройдёт. Батин бальяжный идёт, типа, корфу. Не, вахуй. Короче, ребят, суть видоса будет в том, что, что вы мне задавали, как... В инстаграм аккаунте. Всё, пацаны, короче, что это третий видосик. Всех люблю, целую. Ребят, первый вопрос, который вы мне задали в моём инстаграм-канале. Для чего этот канал и что на нём планируется? На этом канале будет, ребят, очень много всякой... Хуй. Много всякого... Дерьма. Ребят, на этом канале будут видосы, связанные вообще с РЛ-форматикой. Вообще, много узнайте обо мне. Скоро будет видос, в котором я поеду к себе на родину. На, короче, вот, властецкий закинул тебе, так, чисто. На, попей. Доедешь, напишешь. Хорошо? Да, давай, давай, не кашли. Ладно, погнали, короче, спать. Давайте, ребят, всем спокойной ночи. Да, да, спокойной ночи. Спасибо большое, что я ещё раз... Чё, может, ещё что-то спиздануть? Чтобы опять чего сказали, как им похуй на это. Да, будто мне не похуй на то, что им похуй. Спасибо, спасибо. Ну, да, получается так, замкнутый круг. Спокойной ночи. Да, давай, спокойной ночи. Добрых снов. Вы что-то донатите-то, я не понимаю. У вас что, деньги... Вы на хеллсторе подняли денег? На бетс там? Помоги по-братски ПЛЗ. Завтра рано вставать, а я не могу заснуть. Мучает вопрос, вы когда совлыватели ночевали, были в пижамках или как? Голенькие. Спасибо большое за донат. А что? Мы, девочки, как бы... Люблеобильные. Что? Это нормально? Я люблю голо засыпать. Ёлечка, видимо, тоже. Такое там устраивали. Короче, я тебе ответила на вопрос. Можешь идти спать, засыпать спокойно. Давай. Давай. Ему Розаевку и расскажу вообще, что да как. И у меня там было, где учился, и все вам покажу. Поэтому, пацаны, кому не вкладываю, подписочку оформляем. И обязательно ждите этот видос. Ну, и досмотрите здесь на это. Следующий вопросик, ребят, у нас вот такой. Как отнеслись родители к моему приезду? Мои родители отнеслись к приезду так, что... Красава, пацан! Сначала мама очень сильно расстраивалась, потому что... Ну, как бы, я единственный сын, туда-сюда. Она заботится обо мне, ну... Но я договорился, как бы, с мамой, потому что мне реально было очень трудно стримить. Я стримил постоянно в своей комнате. Спустим, когда-то ночью мог запустить стрим. И просто очень сильно орал. И поэтому маме мешал. Я, типа, не хотел вообще ни мешать никак. И поэтому я решил съехать в Москву. Вот. И сразу же следующий вопрос, который задали вы. Что у меня изменилось в жизни? После того, как я переехал в Москву... Блядь, переехал в Москву, и его сосед начал пушить. Вот что у него, блядь, пере... 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 поменялось. Вообще, я даже не слушал, если что, что там говорила, потому что поел лекарствам кота. Я говорю, ну, иди, и говорю, отдохни, чисто там, почиль, поспи. Давай, с новыми мыслями на следующий стрим. Приходи, я тебя жду. Пообщаемся. Давай, пока. Ну, я, естественно, понял, что такое вообще убираться, что такое еда вообще, как готовить. Ну, ладно, я не умею готовить, просто заказываю. И третье, это мыть полы. Долго думал, в монтаже, быстро забыть, вы не знаете, как думал. Наверное, ответственность какая-то появилась. В общем, вот как это вот так вот. Я столкнулся с этими темами. Я столкнулся с той темой, когда надо покупать туалетную бумагу, блядь. Чтоб посрать. Жизнь в соло 17 лет. Вот такая. Да. Следующий вопрос. Какие ощущения после переезда в Москву? После того, как я переехал в Москву, ощущения, в принципе, хорошие, потому что я очень полюбил этот город. Москва очень большой город. И если бы, кстати, не Татьяна Синья, которая, ну, может, кто-то знает, кто-то не знает, я переехал вообще в Москву, потому что она мне очень помогла с квартирой. Вот, поэтому я ей очень благодарен. Татьяна, спасибо. Движуха очень большая, на самом деле, в Москве. Я почти каждый день куда-то выхожу вечером, днем. Постоянная движуха. Москва очень нравится. Поэтому, чуваки, лайкос. Ну, это можно уж вырезать, нахуй. Ну, это лайкос, нахуй. Next вопросик. В Москве, по-моему, ходить только можно по каким-то клубам. Я не знаю. Ну, вот я говорю, где мы были в Заварке, где был концерт, это вообще, блядь, такой кринж. Я такой кринж словила. Там, чтобы вы понимали, какая музыка играла до выступления Майота, там просто играло вот это вот... Что-то там пацаны делают ауф, наподобие еще трека Тяу-Тяу, типа ничего страшного. И вот эта вот вся хуета играла. Я просто сидела такая... Резидент Слипер. Может ли ты посетить какие-то города соло или с фриками? Ребята, ну, как бы такое прям желание такого прям нет, но вообще, возможно, хотел бы. Я хочу скоро приехать в Питер к Диману, увидеться с Диманом, с моим любимым, блядь, папочкой, короче, you know, да? И если меня кто-то из фриксвада пригласит куда-то в какой-то город, я обязательно поеду, потому что это офигенно. Новые эмоции. Потому что, когда я ездил в Сочи, в тот же самый, где мы там прыгали с Тарзан, где еще что-то, ну, я не прыгала, я с иглой ебаной. Ну вот, это вообще офигенно. Это офигенный эксперимент. Следующий вопрос. Какую первую машину я буду брать? Я ответил, что шарит за Майота. Блядь, ну-ка быстро мне написали по самому любимому треку Майота. Сидят, блядь, позеры тут выебываются на меня. Быстро. Не гуглите. Ясно, блядь, джинсы. Ясно. О, че он написал, елки, из нового. Рош. Ебать, не фагов вообще. Блядь. Ну ладно, ладно. И какая машина мне больше всего нравится? Скорее всего... Ой, блядь, позер, хаверник, закрой. За Майота теперь уебываться. Сходила на Майота. Нет, я тоже позер, если что. Я просто съездила за компанию с Юлей. Мне надо было просто съездить куда-то на концерт, отдохнуть. Я тоже такой же позер, как и вы. Делаю вид, что шарю за Майота. Вот. И все. Ну и с ребятами виделась. Это очень приятный бонус. Я по всем скучала. По аминочке. Поко. Крабуля. Все, я буду учиться на машине такой, как Мерседа. Наконец-то, блядь, видела Шадоу Кека, и она стейза в жизни. Классные ребята. Скорее всего. Потому что мне Мерс реально очень нравится, как машина. На ней покатаюсь, там, поучусь, но очень жарить. А вообще, очень сильно хочу Porsche 911. Очень нравится, как она выглядит. И вообще дизайн, и ее характеристики. Вот эта вся движуха. Для меня эта машина сейчас очень дорогая. Ну и вообще, мне кажется, в будущем. Поэтому надо будет отнестись к этой покупке очень-очень. Дорожно. Дорожно. Бережно, блядь. Очень-очень бережно. Готов? Часто? Классно, что разные локации на видосе. Я узнаю, что какая-то смена обстановки, и не заболевает свой глаз. Интересно. На улице. Это следующий вопрос. Ребята справа, мои подписчики. Сейчас они подойдут, поздороваются. Ну, это смотря когда. То есть, я могу сходить в торговый центр, и меня могут узнать 5 людей. Иногда могу сказать, что торговый центр, это никто не узнает. Это всегда ситуативно. Вот. Поэтому вам точно сказать не могу. Все, поехали в другую локацию. Больше ли я стал тратить денег на вообще все в Москве? Я вам так скажу. То, что когда я приехал в Москву, я себе купил компьютер, камеру. И много всего купил. И самое главное, что просто дохера денег уходит на еду и на такси. Просто пипец. Очень много всего уходит. Поэтому, к сожалению, очень много трачу в данный момент в Москве. Это был чекот для стримера и чата. Ой, наверное, летом можно что-то устроить. Ну, я типа летом виделась со своими сабами. Можно что-нибудь устроить подобное. Но не больше, наверное, десяти человек, может быть, я не знаю. Кто из Питера. Можно как-нибудь потом пересечься. Смотрит ли мои стримы мама? И какова ее реакция? Моя мама стримы, я не уверен, что смотрит, но я знаю, что она смотрит на ютубе видосы, которые выходят с нарезками. Меня мама даже спрашивала, типа, это ты на ютубе там загружаешь видосы эти, которые там выходят? Я помню просто те моменты, когда вот видосы очень дохера набирали. Три бара в Питере. Я не хожу по барам. Я похожа на человека, который вообще пьет. Еще. Ладно, ладно, ладно. Единственный, единственный классный бар, который мне очень понравился на Рубинштейна. Это Молис. Он есть не только на Рубинштейна, но я впервые была на Рубинштейна, там типа Молис. Охуенный бар. И там очень вкусное пиво. Я там брала, ну, как обычно, по дефолту я брала бельгийское вишневое пиво. Просто я, кроме этого, пива ничего не пью и не заказываю. Еще есть на Невском проспекте 50. Бельгийский ресторан, бар, я не знаю, что это. Тоже рассказывала, по-моему, то, что есть там бельгийское пиво. Очень много бельгийского пива, крафтового пива, очень вкусного. Ну и сама еда неплохая. Ну, типа неплохо. Можно, можно. А так, я не знаю, еще по барам. Я тут не особо куда-то ходила много. Именно по барам. Хорошим барам с пивом. Кальянки, какие-то кафе, рестораны, да. Везде, где есть алкоголь, тебе нравится? Согласна. Тут не поспоришь. В Маскар только по клубам ходить, а в Питере куда? В Питере погулять можно. Тут очень много классных и красивых мест. Есть всякие крутые, кстати, антикафе. Надо найти какое-нибудь антикафе прикольное сходить. Просто я была только в одном. Сделала вебку побольше? Да не, 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 не. Привет, фаер. Давайте видос досмотрим. Просмотры, когда с Ариной что-то там было, короче, движ какой-то. Там просто пипец какие просмотры были. И мама по-любому видела. Мне как-то стыдно, если честно. Но уже было, то было. Прическа нормальная? Вы бы хотели, чтобы... Ну, допустим, вы стримите, да, вы стример. Вы бы хотели, чтобы ваши родители чекали ваши стримы или видос какие-то с ютуба, нарезок? Или вам было бы кринжово и неловко? Неловку? Нет? Просто у меня такая тема, что у меня мама прям бывает смотрит. Она даже на мою телегу, блядь, подписана. Она в моем чате в телеге есть. Она все чекает абсолютно. Вообще все. Я уже... Я как-то стеснялась раньше. Сейчас мне вообще поевать. Да, раньше это было кринжово. А я жопу скидывала туда, да. Следующий вопрос, шоки. Есть ли у меня девушка? Конечно, есть. Вот моя малышка. Уже сзади. Да не, похуй. У меня нет девушки, никогда ее не было. Но надеюсь, что будет когда-то. Поэтому, девочки, в инстаграм здесь сейчас высвечится. Пишите. Я на связи. Срочно не писать, девочки, кто есть в чате. Нет, положу. Согласен. Чуваки, следующий вопрос. Самый большой заработок с одного стрима. Я не могу сказать точно, сколько я заработал с этого стрима. Но самая big, которая мне принесла money, эта интеграция была с Raid Shadow Legend. Они вообще не будут. Да, Raid нормально платит, кстати. Когда увидел их суммы. Вот так. Запросите. Какая твоя... Ой, блядь. Ах! Ах! Ну, блядь, никого нет сзади. Все, поехали. Раз, два. Да, блядь! Дерьмо. Дерьмо. С Raid Shadow Legend. Они вообще ебануты. Я в охуе, когда увидел их суммы. Вот так вот. Какая твоя любимая стримерша? Гаечка! Ладно. Любимая стримерша, но... Какая гаечка, блядь? Ты что, вообще ее обдулся, что ли? Особо я никого не смотрю, кроме гаечки. Сразу же следующий вопрос. Такой теме. Подписчица пишет. Куданова. Не знаю, кто это. Пишет. Что думаешь про гаечку? Гаечка. Классный стример. Смотрю ее. Красивая, очень умная девочка. Подписывайтесь на мой канал. Как я начал тусить с 80-м складом? Первым, с кем я прям хорошо начал общаться, это Даша и Татьяна. Это два человека, с которым я прям очень близко общаюсь. Прям почти постоянно, каждый, не виделись тогда. И как-то так завелось общение. И мне просто приятно с ними реально общаться. Они как люди просто офигенные. Те люди, которые пишут. Блядь, каравай ушел, а с фига в 80-м склад. Ребят, вам привет, всего вам хорошего. Ебать, там за пикой. И самый задавал. Я в этом забайтил, забайтил названием и еще поспал нахуй. Гений. Вопрос, ребят, сколько я зарабатываю? Целень, я не могу сказать, сколько я зарабатываю с рекламы на Твиче, потому что это кантисенсуальный. Нет. Вот, поэтому не смогу, ребят, сорян. Но могу вам показать мои донаты за все время. Ребят, вот здесь сейчас высвечится. Ну, точнее, ну, не здесь, ну, или здесь, короче. Хуй знает, короче, высвечится, сколько здесь я заработал за все донаты. А, сколько у меня, интересно. Как думаете, сколько у меня за все время, за 4 года стримов? Ноль? Ты что, охуели, что ли? Еще, блядь, охуели. О, а я думала, у меня больше. А у меня всего лишь 500 рублей. Ладно, показывать? Я могу показать. Все, блядь, за все время. Какой я бомж. Какой же я бомж. Понимаете, да? Насколько? Ну, ладно, ну, ладно. Ну, ничего страшного, проживу. Должен кацарь. Я не знаю, кто эти люди, но... А реклама? Да, реклама, там, 50 рублей. 50. За месяц 50 рублей. Прикинь. 50 рубинов платит за рекламу. Ну, да. Донаты, которые мне донатили, именно вы. Вот, поэтому как-то вот так вот. Нормально, нормально. Спасибо огромное за донаты. Пытаюсь остановить режим, не спать сутки. Так вот, может, фильм посмотреть? Го, фильм смотреть? Не знаю, не знаю. Посмотрим. Мне такая идейка, пока что не нравится. Лишнее 2,7, кака? У них даже больше. С рекламы можно умножать на 2-3 донаты. Чё, гонишь, что ли? Нет, не настолько много. Я кушаю на них. Вы чё? Вы чё думаете, я, блядь, по миллиону рублей за год с рекламы, блядь, лутаю? Чё, вообще, блядь, июгнулись. Сейчас, подождите, калькулятор откроем. Калькулятор. Ну, допустим. 12 месяцев. Ну, не-е-ет. 50 рублей, блядь. За год. Какой тебе алкоголь больше всего нравится? Ребята, я никогда не пил и не буду пить. Я вообще за ЗОЖ. Блядь, я так же говорю, что я не знаю ни одного бара в Питере хорошего, что я, в принципе, не хожу по барам и вообще не пью и не курю. Никогда в жизни, ни за что осаждаем алкоголь. Мы, ЗОЖ. Поняли? Я дома. Ой, блядь. А я сижу просто, пью водичку, просто обычный сок. Марк, пишешь, что я пухой, я пухой? Не-е-е, везет. С Новым Годом. Ура. С Новым Годом. С Новым Годом 2021. Все. Давай я концовочку просто в камеру в пятку еб... Вот так вот, с пятки в камеру ебаш. Все, чертки, всем огромное спасибо за просмотр данного видеоролика. Я очень благодарен всем, кто поставил лайк, подписался и написал хоть какой-то комментарий. Лайк поставили? Какую-то оценочку этого видоса. Буду очень благодарен, если вы это сделаете и в комментарии бахните какой-нибудь жесткий ваш нереальный видос. Всех люблю. Целую. Подписывайтесь, лайк, туда-сюда, колокол там ебашьте. Просто все, всех люблю, целую. Камеры пиздата сделаю, все это охуенно. Все охуенно. Уже за два дня 168к просмотров. 32 тысячи лайков, охуенно. Вот, это пиздата, пиздата. Ну-ка, обратно.